Старые вещи, одни из которых бережно хранились в семейных архивах, другие за ненадобностью пылились в шкафах и на антресолях, теперь получили шанс на вторую жизнь, став музейными экспонатами. Новые поступления, дарения и приобретения – так называется выставка в одном из музеев Городца. Среди первых посетителей экспозиции была Татьяна Коныгина. Книги и фотографии, значки и домино, одежда и посуда. Каких только предметов быта и аксессуаров советских времен не представлено в новой экспозиции. Все это Городецкому краеведческому музею передали в дар жители района и не только. И теперь у посетителей этой сокровищницы Старины есть прекрасная возможность прикоснуться к истории своей малой родины. И вовсе не в цене или редкости заключается уникальность того или иного экспоната. Она в том, что за каждым предметом – события, люди и их судьбы. Наша семья бережно хранит память об обряде Непала Петровича. Это мой дед. И тесная его жизнь связана с Городецким судоремонтно-механическим заводом. Более 25 лет он проработал там главным инженером. И все время приходилось и днем, и ночью поддерживать связь с работой. Раньше сотовых телефонов не было. И в нашей семье главным помощником, наверное, член семьи был настенный телефон. Так что это наш член семьи, с которым мы поделились с музеем. Среди экспонатов, представленных на выставке, особый интерес вызывает этот детский уголок. Трехколесный велосипед и плетеная кроватка, которым больше 100 лет, настолько бережно хранились своими прежними хозяевами, что и сейчас выглядят как новенькие. Пополняется коллекция нашего музея и работами городецких мастеров. Городецкая роспись, резьба, вышивка, свистулька. В прошлом году нам подарил замечательное панно мастер вышивки Ольга Калягина. Две свои работы подарил резчик Александр Денисов. И за это мы им тоже очень благодарны. Дарить намного приятнее, чем получать подарки. Этого мнения придерживаются многие. А сделать презент музею, наверное, приятнее вдвойне. Поэтому тех людей, благодаря которым пополняются фонды, становится все больше и больше. Среди них есть и дарители со стажем, и начинающие. Особо хочется отметить двух новых дарителей. И не городчан, а москвичей. Они нам передали очень интересные предметы. Например, Юрий Алексеевич Малафеев передал большую коллекцию медной пластики. То есть это такие дорожные или карманные медные иконы и кресты. Это Ирина Васильевна Кузнецова, которая передала часть коллекции колокольчиков. Предметы уходящей эпохи продолжают пополнять самые разнообразные коллекции городецкого музея. И, конечно, здесь очень благодарны всем тем, кто бескорыстно делится своими семейными реликвиями. И надеются, что традиция дарений будет продолжаться.